здравствуйте уважаемые зрители видео канала планета дзюдо с вами роман карасев и сегодня я хочу немного рассказать о дзюдо но не о том дзюдо о котором многие постоянно слышат и по телевидению и по радио а немножко направление так называемое паралимпийское дзюдо и все мы знаем что в программе олимпийских игр всегда после основных олимпийских игр стартует паралимпиада и так дзюдо на паралимпийских играх в токио 2020 год 2021 но сначала немного истории международный паралимпийский комитет был создан 22 сентября 1989 года это не правительственная организация управляющая паралимпийским движением международный паралимпийский комитет определяет какие виды спорта будут представлены на паралимпийских играх общую схему организации игр применяемые стандарты и тому подобное но непосредственно организацию паралимпийских игр осуществляет организационный комитет олимпийских игр который создан в соответствующей стране для проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. С момента основания Международный Паралимпийский комитет его возглавляли Роберт Стэдвард, Канада, с 1989 по 2001 год, Филипп Кравин, Великобритания, с 2001 по 2017 год, Эндрю Парсонс, Бразилия, с 2017 года по настоящее время. В 1984 году Паралимпийские игры были одобрены Международным Олимпийским комитетом и включены в программу Паралимпийских игр 1988 года в Сеуле. Дзюдо в программе Паралимпийских игр ведет свою историю с 1988 года еще до официального создания Международного Паралимпийского комитета. Вначале в программе дзюдо участвовали только мужчины, а с 2004 года в Афинах приняли участие и женщины. Дзюдо, как паралимпийский вид спорта, регулирует свою деятельность Международной Федерацией спорта для слепых и пса. И в соревнованиях принимает участие лишь спортсмены с ограничениями по зрению. Сборная России на Паралимпийских играх участвует с 1992 года, когда проводились Паралимпийские игры в Барселоне. За все время сборная завоевала 25 медалей, из них 2 золотые, 6 серебряные и 17 бронзовых. Чемпионами Паралимпийских игр были Казакова Мадина Афины 2004 год весовой категории до 63 кг и Критсул Олег в Пекине 2008 год весовой категории до 90 кг. В Токио состоятся девятые по счету Паралимпийские игры. Дзюдо будет представлено 138 спортсменами, 80 мужчин и 58 женщин из 41 страны в 13 весовых категориях, 7 мужских и 6 женских. Максимальный состав, выставленный на Паралимпиаду в Токио, это у сборной Японии 13 спортсменов. Далее идет сборная Узбекистана 12 спортсменов, и у Азербайджана 10 спортсменов. В сборной России представлено 9 спортсменами. Возглавляет сборную России главный тренер с 2004 года Ислам Ибрагимов. Российская команда состоит из 4 мужчин и 5 женщин. Теперь я перечислю мужчины, которые будут выступать на Паралимпийских игр программе дзюдо. 66 кг Виктор Руденко, 73 кг Василий Кутуев, 90 кг Владимир Федин и плюс 100 кг Анатолий Шевченко. Женщины. 48 кг Виктория Потапова, 52 кг Олеся Степанюк, 57 кг Наталья Овчинникова, 63 кг Ольга Позднышева и 70 кг Ольга Забродская. Самым титулованным спортсменом сборной России является Владимир Федин, бронзовый призер Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне. А у женщин Виктория Потапова, которая является трехкратной бронзовой призеркой Паралимпийских игр. Это в Афинах 2004 год, в Пекине 2008 год и в Лондоне 2012 год. Самым молодым участником сборной является Василий Кутуев, ему 26 лет. Самой молодой участницей сборной среди женщин является Наталья Овчинникова, ей 27 лет. Самым возрастным спортсменом сборной России является Виктор Руденко, ему 35 лет, а у женщин Виктория Павлова, ей 47 лет. Стартует соревнование дзюдоистов в программе Паралимпийских игр в Токио 2020-2021 27 августа и продлятся до 29 августа. Так что смотрите прямые трансляции, они скорее всего будут где-то в интернете. С вами был Роман Карасев и вы смотрели видеоканал Планета Дзюдо. До новых встреч!